Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по книге Бытия. И сегодня мы с вами читаем пятую главу. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, и создал его, мужчину и женщину сотворил их, и богословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Родословие Адама начинается с указания на Бога. У Адама нет каких-то других человеческих предков, он создан Богом, и это указывает на то, что человеческий род создан Богом, он восходит к Богу. И это значит, что человек обладает смыслом и ценностью в очах Бога. Человек, с одной стороны, принадлежит к животному миру, он тоже одно из животных, он тоже питается пищей и так далее, но человек также является носителем Божьего образа, он обладает духовной природой, он особенно богословлен Богом. Человек создан как мужчина и женщина. Это значит, что и мужчины, и женщины составляют образ Божий, являются носителями Божьего образа. Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему, по образу своему и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению Сифа было семьсот лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет, и он умер. Есть различные толкования, как понимать возраст библейских персонажей, и многие сходятся на том, что речь идет о символических цифрах, поскольку очень часто в Библии числительно имеют символические значения. Но мы видим здесь, что хотя Адам прожил девятьсот тридцать лет, он умер. Он не должен был умирать, но из-за того, что он совершил грехопадение, из-за того, что он отпал от Бога, он лишился дара бессмертия. И мы все, подобно Адаму, обречены умереть. Но Бог дарует нам жизнь вечную блаженную в Иисусе Христе. Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет, и он умер. Енос жил девяносто лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет, родил Малилиила. По рождении Малилиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Яреда. По рождении Яреда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Яред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Яред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Яреда было 962 года, и он умер. И мы видим это перечисление потомков Адама, которые завершаются словами, и он умер. Мы видим, как смерть господствует над всем человеческим родом. Хотя тут речь вроде идет о том, что люди живут как-то очень долго, и как-то они отличаются чрезвычайной крепостью. Но на самом деле мы видим, что они все смертны, они все умирают. Енох жил 65 лет и родил Мафусава. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусава 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Это очень таинственные слова о Енохе, которые потом вдохновляли последующих авторов библейской традиции, что Енох был взят на небо, но Писание подробно не говорит о том, почему он был взят на небо или как это происходило. Мафусав жил 187 лет и родил Ламиха. По рождении Ламиха Мафусав жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусава было 969 лет, и он умер. Ламих жил 182 года и родил сын, и нарек ему имя Ной, сказав, «Он утешит нас в работе нашей, в трудах рук наших, при возделывании земли, которую проклял Господь Бог. И жил у Ламиха по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламиха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет и родил Ной трех сынов – Сима, Хама и Яфита». Пятая глава завершается на рассказе о Ноя, который родил трех сынов – сына Хама и Яфита. В средневековых летописях и русских, и других народов можно увидеть, что от Сима, от Хама и от Яфита производятся различные народы, и русский народ, как и большинство других народов Европы, возводятся к Яфиту, что мы с вами, согласно этому перечислению народов, мы с вами восходим к Яфиту. И это родословие, оно показывает, что Бог проявляет интерес, Слово Божие проявляет интерес к конкретным людям и к поколениям, которые сменяют друг друга. Эти поколения не являются чем-то бессмысленным. Мы потом откроем Евангелие от Матфея, и Евангелие от Матфея начинается с длительного родословия Господа. Почему это нужно? Это показывает, что жизнь каждого человека занимает свое место в Божьем плане спасения. Бог заботится о спасении мира, и Бог совершает это спасение через историю, и Он действует в истории конкретных людей, праведных и грешных. Мы с вами прочитали пятую главу книги «Бытия». Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет». Писание в рамках библейского портала «Экзегет».